До последнего момента надеялась, что мэрия передумает и не закроет ее магазин, поэтому продолжала продавать свой товар. Такова история женщины из сектора Чеканы, которая на днях очутилась на пороге своей торговой точки с работниками, специализирующимися на демонтаже объектов. Хотя владелицам просила двухнедельную отсрочку, чтобы продать либо же вернуть свою продукцию поставщикам. Представители притуры говорят, что у женщины было в распоряжении полгода до того, как срок ее авторизации истек. На этом месте власти планируют разбить сквер. Все произошло на улице Вады-Луи-Воды. Пока сотрудники премырии демонтировали крышу, магазин продолжал работать. Люди, живущие поблизости, говорят, что очень недовольны решением снести торговую точку. Для многих это было единственным доступным местом, где можно приобрести необходимые продукты питания. Нет, я не согласен. Это очень плохо. Мы приходим на остановку и покупаем все, что нужно. А теперь где я буду делать покупки? Нужно идти до колоницы. Владелица магазина говорит, что возмущена до предела, а убытки составят сотни тысяч леев, поскольку она осталась с товаром на улице. Даже не дают возможность, я прошу слезно, чтобы мне дали возможность хотя бы две недели, чтобы я могла людям вернуть холодильные установки. Там мороженое у нас, там у нас продукты скоропорты, молочные продукты, колбасы. Мне это нужно красиво все раздать. С другой стороны, в притуре говорят, что у женщины было полгода, чтобы закрыть свой магазин. Прошлым летом власти отказались продлевать контракт на аренду участка. Три дня назад владелицу предупредили, что ее магазин снесут, так как объект расположен на собственности примырии. По проекту муниципалитета на этот год здесь должен быть разбит сквер. Мы пытались выяснить, сколько в прошлом году было снесено самовольных построек, но в примырии сообщили, что у них таких данных нет.